essential english elementary level zero обязательный английский элементарно уровень урок двенадцатый биология птицы привет мои дорогие ученики это двенадцатый урок курса обязательно английский элементарно сегодня мы поговорим о птицах само это слово у вас уже есть с прошлого урока так что перейдем к их названием и некоторым сопутствующим словам птиц в биологии делят на хищных домашних и еще некоторые виды название этих видов мы записывать не будем поскольку их трудно отнести к общеупотребительной лексике а скорее они являются специфическими терминами науки биологии зоологии поэтому перейдем к конкретным названиям воспользовавшись тем не менее принятой классификации к хищным птицам относятся игл орел хаук ястреб фэлкон сокол к домашним хэн курица ее самец петух то есть называется кок а вот их детеныш цыпленок уже знакомым нам словом чикен далее пойдет дак утка гуз гусь и тэркэй индюк последнее слово у вас уже тоже есть поскольку и сама птица и ее мясо в данном случае называются одинаково теперь перейдем к названиям птиц которых некоторые люди держат своих домах но не с целью питания а в декоративных это в первую очередь попугай парот и канарейка кенери ну и совсем экзотическая птица название которой тем не менее знать было бы полезно и которую некоторые весьма небедные люди держат свои дома в основном в восточных странах в теплах павлин и еще двух птиц название я бы хотел вам привести это две нелетающие птицы одна водится в антарктиде и называется в двух наших языках довольно похоже пэнгвин пэнгвин а вот вторая как раз в теплых странах и называется острич страус и напоследок несколько глаголов во первых глагол обозначающий то что умеют делать почти все птицы кроме как раз двух последних летать fly и еще один глагол который тоже мне не очень нравится это глагол catch ловить поскольку я не очень хорошо отношусь к этому занятию ловли птиц но во первых этот глагол может быть применен не только к птицам ведь ловить можно и предметы и людей то знать его я думаю нужно к тому же ловят птиц не всегда далеко не всегда с целью продажи или там с целью посадить в клетку и любоваться это делают довольно часто и в научных целях ученые как называются орнитологи или например с целью вылечить птицу ведь птицу которая обитает в живой природе для того чтобы вылечить надо сначала поймать так что вот этот глагол мы тоже запоминаем глагол catch вот и все на сегодня а теперь смотрите в экран своего компьютера или в распечатанный текст урока из текстовой версии и повторяйте за мной слова и выражения двенадцатого урока look at the screen listen to me and repeat after me canary canary catch 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 chicken 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 cock 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 duck 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 eagle 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 falcon, falcon, fly, fly, goose, goose, hoke, hoke, ham, ham, ostrich, ostrich, parrot, parrot, peacock, peacock, penguin, penguin. И прежде чем попрощаться с вами до следующего урока, я бы хотел обратить ваше внимание вот на что. В процессе публикации своих уроков я заметил, что посещаемость текстовых версий этих уроков на портале Яндекс.Дзен значительно ниже, чем у видеороликов с этими уроками, которые я публикую в видеохостинге YouTube. Так вот, настоятельно рекомендую вам не пренебрегать текстовыми версиями, а наоборот изучать их, причем очень внимательно, поскольку в них содержится материал для письменной работы. Изучение иностранного языка процесс длительный и трудоемкий, и основной объем этого труда составляет письменная работа. Если вы не умеете писать быстро, то пишите медленно. И, кстати, это будет тренировкой данного весьма полезного навыка. Поэтому сначала вы смотрите ролик с уроком, потом скачиваете его, потом по ссылке в закрепленном комментарии, не забыв поставить лайк предварительно уроку, переходите на портал Яндекс.Дзен, скачивайте на свой, копируйте на свой компьютер текстовую версию урока, потому что она очень важна, потому что в ней содержатся, во-первых, полные тексты упражнений. Даже если вы в компьютере работаете с текстом урока, печатать вам на компьютере быстрее и проще, чем писать от руки, пожалуйста, но с текстом, ведь с текстовым-то файлом работает значительно легче, он уже написан. И там же содержится полный словарь, слова на английском языке с их переводом на русский. Поэтому вот завершать работу над уроком нужно, конечно же, при помощи текстовой части. And now our lesson is finished. Thank you very much and goodbye.